РАДИО СВОБОДА 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 люди, которые кладутся в карманы. Личное дело. Надо ли легализовать проституцию в России? Программу подготовила и ведет Татьяна Ткачук. Эфир 13 сентября 2004 года. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Личное дело». У микрофона в Москве Татьяна Ткачук. Тема, которую мы обсуждаем сегодня, нужно ли легализовать проституцию в России, с одной стороны не нова, а с другой по-прежнему вызывает острейшие дискуссии среди всех заинтересованных лиц. Политиков, сотрудников органов внутренних дел, правозащитников и даже врачей. Несмотря на некий налет скандальности, свойственной этой теме, на самом деле речь идет о нравственном и физическом здоровье общества. В беседе принимают участие Людмила Трунова, доктор наук, заместитель председателя Центральной коллегии адвокатов Москвы, Александр Ланду, уполномоченный по правам человека Саратовской области, и Геннадий Гудков, эксперт Комитета по безопасности Государственной Думы Российской Федерации. Оба с нами на связи по телефону. А начнем мы с короткой исторической справки. Первый публичный дом был открыт в Греции около двух с половиной тысяч лет назад, так что недаром эту профессию называют древнейшей. В России торговля телом получила широкое распространение во времена Екатерины II. Государством стало преследоваться с XVII века, но в XIX веке проституция была регламентирована. Закон 1861 года отменял уголовную ответственность за занятие проституцией, и некоторые склонны считать именно этот закон первым шагом на пути к легализации этого рода занятий. Но в октябре 1917 года было объявлено, что проституция в стране ликвидирована, что ее просто не может быть. И сегодня в России действует статья 6.11 Кодекса об административных правонарушениях, согласно которому занятия проституцией наказываются штрафом. Уголовная ответственность предусматривается только за вовлечение в этот бизнес несовершеннолетних и содержание притонов. Но мы думали, с чего начать нашу программу, и решили, что обсуждать эту тему, не выяснив отношение к предмету разговора, непосредственно тех, кто продает любовь за деньги, было бы неправильно. И мы с моими коллегами Олегом Кусовым и Кареном Агамировым поздним вечером выехали из Московского бюро и на Ленинградской трассе на пути к Шереметьево попытались выяснить мнение самих секс-работниц. Нужно ли легализовать проституцию в России? Нет, не за легализацию, потому что если легализируют бизнес этот, то будут очень большие налоги и профессия умрет просто-напросто. А во-вторых, это надо как бы строить дома, это будет долго и нудно. Мы почитывали, что будет безопаснее. Налоги вот уплачивают или договариваться с милицией. То же самое будет. Одно и то же. А что касается болезни, как сегодня, как может быть, если будет это официально? Поверьте мне, там контролировать тоже так же самое будет, как и здесь. А ваше мнение? Я ни за то, ни за другое. Я воздерживаюсь. А если будет официальный дом, такой стоит красивый, будет написано «публичный дом». Ну и чего? Ну мы будем там. А девушки, которых, например, не возьмут в публичный дом, они по внешним данным не подойдут. Куда им деваться? Девушки есть разные. Есть красивые, есть не очень красивые. И вкусы тоже разные у людей. Есть внешность у девушек такая, что их никуда не возьмут. Итак, ваш вердикт на сегодня легализация или нет? Нет. 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 Да, легализация. Ну это древняя профессия, уже пора бы. За легализацию. А я не знаю, что это такое. За легализацию, проституции. Но вы не опасаетесь, что вот узнают об этом? Ну у меня мужчина знает, родители знают, соседи знают, все знают, в принципе все друзья знают. Все не против, как бы если я нравлюсь, тебе нравится со мной общаться, какая разница, где я работаю, это тоже работа. А ваше мнение насчет легализации? За нее. Лучше платить налоги, чем милиции отдавать. А много отдаете? Половину так, а потом еще на штрафы. Я за легализацию проституции. Мы хотим работать проститутками, нам это очень нравится. Согласны платить налоги, только чтобы нас не забирала милиция, чтобы нас не притесняли, и чтобы к нам относились так же с уважением, потому что мы такие же люди, как и все остальные. Часть в жизни сам себе выбирает дорогу. Вот мы выбрали себе эту, не мешайте нам по ней идти. Да, кто не хочет там чего-то, пускай идут на фабрику. Нас устраивает, допустим, здесь. Нам не нужны публичные дома. За легализацию, конечно. Почему? Да потому что меньше будет всякой разной заразы. Во-вторых, жены мужчин будут спокойны, организованы в публичных домах. Согласна платить налог государству, но я буду спокойна. То, что я нахожусь в публичном доме, за меня несут ответственность, и я ничем не заражусь. Как видите, мнения разошлись даже в профессиональной среде. И у нас первый слушатель на линии. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Вы знаете, это безобразие надо прекратить сразу. Я не знаю, у кого нет какой воли. Простите, пожалуйста, я могу вас попросить выключить сейчас приемник на время вашего звонка. Очень сильный фон идет. Я не знаю, у кого нет воли. И какой. Чтобы сразу прекратить это безобразие. Без всяких эмоций. Меньше зла будет. Вы имеете ввиду прекратить что? Ведь там не только девочки. Там, наверное, где-то и мальчики. А потом вот еще что. Значит, если эти старые козлы идут к этим девочкам, деньги несут, то мальчики, ровесники там по 18 лет, какие они только что за партой сидели, какие они деньги будут платить. Значит, здесь обязательно присутствуют эти менты. Они провоцируют. А потом, чтобы не писать, что девочек изнасиловали заявление, они у родителей требуют деньги. Будьте любезны, почетче вашу позицию. Легализовать проституцию или нет? Обязательно легализовать и со всей строгостью. Для этого должна быть воля у кого-то. Я не знаю, у кого ее нет. Спасибо. Но пока не принят такой закон, и только на осенней сессии он будет обсуждаться Государственной Думой. А пока я хочу задать свой вопрос Людмиле Труновой. Людмила, вы как юрист, как адвокат, полагаете, что России стоит вернуться к положению 19 века? Спасибо. Да, конечно, я считаю, и моя позиция такова, что нам стоит вернуться к легализации проституции, обсудить этот вопрос и принять закон соответствующий. Ведь у нас фактически проституция легализована. Сауны, ВИП какие-то, массажи и прочее. Это ведь все проституция. Мы все знаем об этом и все видим присутствие этого явления социального в обществе. И бороться с ним невозможно. Будем бороться, оно уйдет глубоко и далеко. И будет еще тяжелее. Поэтому моя позиция, я ее обосную чуть позже, легализовать проституцию. Спасибо, Людмила. И если вернуться к звонку предыдущей нашей слушательницы, то она задала вопрос, у кого-то должна быть воля для того, чтобы провести этот закон, для того, чтобы легализовать проституцию. Геннадий Владимирович, я знаю, что вы будете голосовать против этого закона. Верно я понимаю? Да, совершенно верно. Ну, хотя бы по одной простой причине, что легализация проституции в России, которая охвачена коррупцией, которые сильны в преступной группировке, где неотрегулировано налоговое законодательство. Тут вы слышали, что одна из девушек говорила, ничего себе платить налоги. Ты говоришь, профессия сама по себе умрет. То есть, даже если мы легализуем проституцию, то пропорция между легальной проституцией и нелегальной будет по-прежнему снова в пользу нелегальной проституции. Таким образом, мы лишь создадим прецедент, но мы не изменим ситуации. Будет норма, которая не будет работать, она не принесет результата практического. Поэтому я не думаю, что вот этот законопроект имеет шансы. Да, будет много шума, будет много полемики, будет много пиара. Я думаю, что вот осенний период, когда будет носиться законопроект, наверное, это не просто так рассчитано. Вы знаете, что осенью началась уже избирательная кампания различных партий, и каждая партия придумывает такие пиар-акции, пиар-проекты законодательные, которые привлекают внимание в обществе. То, что сегодня в России много искренне, я считаю, заблуждающихся людей, которые считают, что легализация проституции даст благо для общества, таких людей много, и, собственно говоря, на них рассчитана вот эта, наверное, линия поведения. Спасибо, Геннадий Владимирович. У нас следующий слушатель на линии. Здравствуйте, вам слово. Добрый день. Это меня? Да-да, вы в эфире. Меня зовут Людмила Алексеевна. У меня такой вопрос вот к вам, к ведущей. Я поняла, что вы ездили с двумя коллегами, чтобы встретиться с проститутками. В их рабочее время. Так вот, какое впечатление они на вас произвели? Вообще смогут ли они понять и оценить такой закон, о котором вот идет речь в вашей передаче? Спасибо за звонок, Людмила Алексеевна. Вы знаете, они произвели на меня довольно тяжелые впечатления. Я, конечно, не берусь свое впечатление считать каким-то таким глобальным, потому что буквально два часа мы прообщались с девушками. Во-первых, они очень молодые. Меня поразил возраст. Мне кажется, мало кто из тех, с кем мы говорили, закончил школу. Они очень неухоженные, с выбитыми зубами, плохо одетые. Мы говорили с уличными проститутками, то есть это самая низшая каста в этой профессии. Многие из них вообще не понимали, о чем идет речь. Они слово легализация, значение этого слова не понимают. Нам приходилось объяснять, что будет сделано в случае, если этот закон будет принят. Но степень их подчиненности так называемым мамкам, то есть такой старшей проститутке, которая договаривается с клиентами около останавливающихся машин, и их зависимость от сутенеров, которые сидели в кустах, и только с их разрешением мы могли поговорить с девушками, довела меня на мысль, что эти девушки не будут сами разбираться в принятых законах. Вот как им скажут старшие товарищи, мамка и сутенер, вот так они и будут действовать. Вот конкретно та публика, с которой мы говорили, может быть, только одна из них, ей было лет 35 на вид, внятно могла сформулировать свою позицию, аргументировать свои взгляды. А в общем и в целом, конечно, на меня эти девушки произвели впечатление тяжелое, и мне кажется, что это та среда, с которой кому-то предстоит очень много работать для того, чтобы они смогли воспользоваться даже теми благами, которые, возможно, если законопроект примут, они получат. И мой вопрос следующий к участнику нашей программы, которая с нами на телефонной связи из Саратова, к Александру Ланду. Вот в этом отдельно взятом регионе России, Саратовской области, еще пять лет назад пытались на практике внедрить то, что Дума только собирается обсуждать. Была подготовлена программа, разрабатывали ее врачи, милиция, правозащитники. Губернатор Дмитрий Аяцков не раз формулировал свою позицию. Девушки должны трудиться на благо области, а не на карман сутенеров и подкупленных стражей порядка. Александр Соломонович, почему не получилось в Саратове с этим нововведением? Когда пять лет назад этот вопрос был нами поднят, то общество, я должен сказать, было просто не готово это услышать. Услышать это слово легализация проституции. Я помню, какой ажиотаж это вызвало в тот период времени. И сплошное отрицание, прежде всего, конечно, у работников милиции, прокуратуры, у власти, исполнительной, законодательной. И стоило пройти пять лет, как все-таки мы уже сегодня на разных уровнях, в том числе и в средствах, массовой информации, наконец, все-таки стали думать об этой проблеме. Я всегда говорил таким образом. Ну, просто власть себя в данном случае всегда вела безнравственно. Безнравственно, делая вид, что этой проблемы не существует. Вы помните ту фразу, которая еще в советские времена звучала, что в России секса нет. Вот, наверное, это все, так сказать, шло и дальше в этом направлении. А я должен сказать, что до 2017 года в Саратове было три публичных дома. И в постановлении городской думы о них говорилось, что публичные дома должны быть подвергаемы усиленному надзору полиции и облагаемы увеличенным налогом. Вот полиция там следила за тем, чтобы все женщины были на учете, контролировали свое здоровье и привлекали к ответственности в случае сознательного заражения клиента. Я должен сказать, вот сегодня мы должны ответить на вопрос, кому выгодно, чтобы вот это положение дела продолжалось вот в таком виде. То есть сегодня фактически она легализована, юридически никаких правовых документов на этот счет нет. Я должен сказать, что выгодна она прежде всего тем, кто получает те денежные, огромные средства, миллионы долларов, люди, которые кладутся в карманы. Спасибо, Александр Соломонович. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Личное дело». С адвокатом Людмилой Труновой, депутатом Госдумы Геннадием Гудковым и правозащитником Александром Ландо мы обсуждаем тему легализации проституции в России «За и против». И слушатель на линии, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Я сразу попрошу слушателя отключить свой радиоприемник. У нас идет очень сильный фон в эфире. Мы слушаем вас. Москвичка Людмила Ивановна. Очень приятно. Вы знаете, что вот слушаю даму, которая присутствует в студии и просто поражена. Она представляет свою дочь на панели. И вижу Гудкова, здоровый, красивый мужчина. Вот он действительно против всего этого. Россия всегда отличалась крепкими, красивыми женщинами, здоровыми. И крепкими мужчинами. Не проститутками, женщинами. И как можно вообще говорить о том, что вот у вас вначале было сказано вот эта особь, которая говорила, что она такая же, как мы. Да я никогда ее не поставлю. Ни рядом со своей снохой, ни рядом с собою. Любовь между мужчиной и женщиной, это прекрасно. А проституция продажная, мало того, что она разрушает просто физическое состояние человека. Короче говоря, мы, женщины, вот за то, чтобы это было все запрещено государством. Спасибо вам за звонок, Людмила Ивановна. Давайте послушаем, как москвичи на улицах города отвечали на тот же вопрос, на который сейчас вы высказали нам свое мнение в эфире. Максим Ярошевский вышел с микрофоном на улицы Москвы и спрашивал горожан, стоит ли с их точки зрения легализовать древнейшую профессию. Ну, где-то да. Тогда не будет столько генерических заболеваний, как-то это будет более все законно. По крайней мере, они будут защищены. Думаю, да. Мне кажется, что мы обманываем себя, что она не легализована. То есть надо просто признать на каком-то определенном уровне все. Проституткам ничего для них не изменится, на мой взгляд. Проститутки – это как бы вот инструмент, с помощью которого определенные круги там зарабатывают деньги, только и всего. Я думаю, что нет. Ну, наверное, это как-то разратит. Стоит. Лучше пусть будет под контролем закона. Хоть какая-то надежда на защиту. Наверное, нет. Да, должны же оставаться какие-то приличия. Надо же что-то запрещать. Пускай такая остается нелегальная. Все равно она есть. Ну, в принципе, налоги государству нужны, то стоит легализовать. Законно, я думаю, меньше будет генерических заболеваний, различных других последствий. Криминала меньше будет. Нелегальная будет все равно проститутка заниматься. А легальная – это будет польза. Там уже медицинским сражением дохода государства, детский садам. Стоит. Мне так кажется, что это будет гораздо безопаснее для общества, чем если она будет нелегальной. Не будут, во-первых, под надзором. Скорее всего, у них будет что-то типа желтого билета, как раньше было. Я думаю, стоит. Может, не будет такого бардака. Если будет какой-нибудь государственный контроль, там, опять же, медицинская составляющая. Проверять будут участников этого. Как страхование жизни, только более серьезное. И так, чтобы ничего с ними не случилось больше. Стоит. Потому что, вот, все, кто задают этот вопрос, не читал Яму Купринскую. Там легализованы проституции, и там все через врача проходит обязательно. Будут налоги от этого здания, где будет все это происходить. Они платят аренду. Я думаю, это стоит. Почему бы не получать государству дополнительные налоги? Все равно ее полностью не искоренить. Лучше легализовать. Зачем? И так вся страна стала распущенной и противной. Я думаю, что да. Потому что она всегда была только скрытая. Раньше все санатории, дома отдыха, волей-неволей все сводилось к интиму. Лучше сделать легально, чем порождать неприятности и той, и другой стране. Ну вот такой разброс мнений. Вы обратили внимание, большинство опрошенных Максимом Ярошевским мужчин высказались за легализацию проституции, а против высказывались женщины. И заметьте также, что почти все респонденты говорили о налогах, которые в случае легализации жрицы любви станут платить государству. По данным социологов, ежедневно в Москве и Московской области этим видом бизнеса занимаются до 15 тысяч девушек. Минимальный, я подчеркну это слово, минимальный дневной оборот 15 миллионов рублей, это полмиллиона долларов. Ежегодный 182 миллиона долларов. Цифры огромные, потому что по доходности проституция стоит на втором месте, следом за наркотиками и торговлей оружием. Людмила, возникает вопрос, уйдет ли криминал на самом деле из этой области? Разве официальные налоги, которые станут платить проститутки государству, отменят необходимость платить сутсиньорам и крыши? Если проституция будет легализована, если она будет под четким контролем государства, то криминалу деваться будет некуда, и он уйдет. Я, конечно, согласна с Геннадием Владимировичем, что будет как легальная, так и нелегальная проституция, от этого уйти нельзя, поскольку не каждая сможет девушка работать или юноша работать легально по каким-то морально-этическим соображениям. Но вот именно перенаправление денежных средств, оно приведет, во-первых, правы слушателей, высказавшиеся в эфире, перенаправление денежных средств в государственную казну, которая у нас, ну, как говорится, недостаточно наполнено, это пенсии, это социальные выплаты и так далее. Кроме того, это выбьет почву из-под ног криминала. Я в этом четко уверена, потому что с распространением проституции распространяются наркотики, все это связано между собой, распространение венерических заболеваний. Мы сейчас, ведь это страшно сказать, мы на первом месте по распространению СПИДа в мире. И девочки, да, и мальчики, занимающиеся этим видом бизнеса. Если им хочется этим заниматься, если они родились такими и не могут ничего другого, это должно быть под контролем. Это и медицинское обслуживание, это социальные выплаты, это трудовые пособия, стаж, пособия по уходу за детьми и так далее. Они ведь такие граждане России, как и мы. Это, в общем, можно назвать как бытовые услуги, да, услуги по удовлетворению каких-то потребностей граждан. Спасибо, Людмила. И слушатель на линии. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, Елена. Московская область, Нахабина. Вот я считаю, что проституция, это дело как бы воровское, поэтому оно должно делаться либо темной ночью, ну это символ, либо тайно. И вот и проститутки, и их клиенты, они должны знать свое место. И, соответственно, вести себя. Тихо, тайно, скрываться. Моя позиция никакой легализации. И вот мне кажется, что нельзя обсуждение этого вопроса сводить к вопросам выгоды, удобства, и не имеет значения, о чем идет речь, о государстве или о людях, которые являются сторонами проституции. И главное все-таки, на мой взгляд, то, что проституция, она разрушает это нравственность, а это как бы такая духовная область, это наше будущее, это вечно, это главное. И, соответственно, именно поэтому у меня такой подход никакой легализации. Спасибо за звонок, Елена. Я попрошу Людмилу Трунову очень коротко ответить, прокомментировать этот звонок как юриста. Чем грозят те дела, которые совершаются темной ночью? Ну, мы породили, наша страна породила массу заключенных. Да, у нас 30% людей сидит незаконно. Мы обеспечиваем из своих налогов армию заключенных, кормим их, и они возвращаются снова туда же. Ведь я почему начала с этого говорить, о том, что лучше предоставить людям благо, дать возможность исправиться. Что касается легализации, куда пойдет проститутка? Ведь ее занятие бизнесом именно этим, оно уже незаконно, поскольку оно административно наказуемое. Ну, не уголовно, да, и ни один, ни другой кодекс не 60-го, не 96-го года, уголовный кодекс не предусматривает наказание за проституцию, как вы уже озвучили. И вот проституция причастна к неправовым каким-то проблемам. Куда она пойдет после того, как она утратит свою свежесть, свою яркость? Она останется в этом преступном бизнесе. Это наводки на квартиры, грабежи, клофелин, шантаж, вымогательство. Надо легализовать, чтобы все девочки были на учете, чтобы ни они не попадали в ситуацию, когда их убивают, режут, ни их клиенты не попадали в такие ситуации. Спасибо, Людмила. Мы продолжим программу «Личное дело», в которой сегодня адвокат Людмила Трунова, депутат Государственной Думы Геннадий Гудков и правозащитник Александр Ландо обсуждают тему легализации проституции в России сразу после краткой сводки новостей. Сибирь – это три четверти всей территории страны и почти 36 миллионов жителей. Сибирь – реалии – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России. Сибирь – реалии развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни. Каждый день новости аналитика, интересные интервью и захватывающие видео. Читайте и смотрите нас на сайте sibrial.org В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Личное дело». Надо ли легализовать проституцию в России? Что вас настораживает в возможности легализации проституции? Регламентация мест, где могут быть оказаны секс-услуги? Соблюдение работницами налоговых и социальных законов? Или все-таки на первом месте для вас человека, отрицающего даже самовозможность легализации проституции в России, это соображение морально-нравственного порядка? То есть вы не хотите объявлять пользование платными секс-услугами нормальным и естественным явлением? Вы знаете, я думаю, третье, потому что романтизация зла всегда приводит к его воспроизводству расширенному, если так можно выразить, марксистским языком. И вот у нас такой был фильм шоу о «Бригаде», где поэтизировалась буквально там деятельность преступных группировок. К чему привел? показ этого фильма к тому, что в молодежной среде начали возникать бригады. Потому что профессия киллера, ракетира, вымогателя и прочего, так сказать, она поэтизировалась, романтизировалась. Это стало предметом для подражания в первую очередь несознательной молодежи. Поэтому романтизация проституции это, в общем-то, опасный шаг. Я хотел бы вот возразить уважаемой Людмиле Труновой. Так она вот сказала, что широко, массово развивается движение проституции. Вы знаете, это только вот сегодня выходящие из кризиса России и бывших советских республик Украины, Белоруссии и так далее и тому подобное. На самом деле это не массовая профессия. Число проституток сокращается. Если даже возьмем ту же Германию, сейчас репортаж мы послушаем, на самом деле там подавляющее большинство проституток нелегальных и как раз из Украины, из России. И это миф о том, что девушки, которые порываются проституции, во-первых, это очень сложно порвать, там многих и на иголочки сажают, чтобы они были более управляемые. Это тоже такое есть. Вот эти девушки, они получают серьезнейшую психологическую травму и физическую травму. И, вы знаете, не знаю, чтобы из них там в массовом порядке выходили идеальные мамы, идеальные жены. Прошлое всегда тянет. Это, во-первых, мы же с вами слышали, что образовательный уровень такой, что шокирует даже нормального человека, который с ним беседует. Еще один момент. За что борются девушки? Вот какова зарплата, извините за выражение, наших проституток? Я думаю, что это зависит от уровня, Геннадий Владимирович. Я вам могу сказать этот уровень. Даже высокоплачиваемые проститутки, которые, ну, пардон, приходится говорить о ценах по Москве, которые берут за час 200 долларов, они имеют в месяц максимум тысячу долларов. Личное дело. Надо ли легализовать проституцию в России? Программу подготовила и ведет Татьяна Ткачук. Эфир 13 сентября 2004 года. Мы продолжаем программу «Личное дело», в которой сегодня обсуждаем тему легализации проституции. К положительным или наоборот к негативным последствиям привело бы принятие такого закона. Вместе со мной в московской студии Людмила Трунова, заместитель председателя Центральной коллегии адвокатов Москвы, доктор наук, Александр Ландо, уполномоченный по правам Человека Саратовской области и Геннадий Гудков, эксперт Комитета по безопасности Госдумы Российской Федерации на связи с нами по телефону. Ведет программу из Москвы Татьяна Ткачук. И нас уже дожидается слушатель на линии. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, это Московская область, Одинцова. Я за легализацию этой профессии, поскольку мы всегда шли против жизни. И я считаю, что нужно решать проблему, а не бороться с ней. Потому что эти бедные девушки, безусловно, это как рабы. Они ничего не могут, они бесправны. И если это будет подконтрольно, во-первых, самое главное, это будет лучше и для общества, и для них. Потому что контроль это врач, правильно? Это человек, который будет отвечать за этот, ну, дом терпимости или там, как он будет называться. Но все будет подконтрольно. И девушки будут действительно более свободны, более защищены. Я за. Спасибо вам за звонок. Геннадий Гудков хочет ответить вам. Пожалуйста. Знаете, я так долго молчал, что хочется сказать очень много. Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что вообще, что такое проституция? Благо это или зло? Порог. Вот подавляющее большинство общества все-таки сходится к мнению в том, что это порог и зло. Ну, допустим, против не только церковь, но и подавляющее большинство жен, мужей, семейных людей. Вы знаете, вот у нас как-то сейчас такой разговор пошел, что проституция или там поход в публичный дом это что-то вот наподобие покупки одноразовой бритвы или ежедневных памперсов. Так это такая вот есть потребность, там пирожок съел и сыт, да? А на самом деле все-таки это область достаточно интимных отношений между мужчиной и женщиной. И мы как-то за всем этим вот таким жизненным явлением, так как же, давайте жизнь легализуем. У нас там и кражи происходят, у нас и убийства. Давайте киллерскую профессию откроем, тоже легализуем. все равно есть вместо того, чтобы бороться. У нас есть любовь, забываем как-то об этом. У нас есть семья. Почему обязательно за деньги? Я никак не могу понять. Ну, ладно, там может быть, как кто-то сказал, старые козлы еще, ладно, тут можно как-то понять. А вот что касается молодых-то людей, у них что, нет любви, у них нет девушек, там, юношей. У них, ну, даже если, допустим, что-то не сложилось в семье, но есть же старые как мир любовные связи, и они не за деньги. Это, во-первых. Поэтому я считаю, что вот здесь не нужно вот так романтизировать проституцию. Это на самом деле зло, это порог, это враг семьи, это враг любви. Не думайте, что молодые люди, которые часто пользуются проститутками, мне приходилось со многими общаться, они, так сказать, у них остались идеалы романтические. Нет, это очень цинично формирует отношение к семье, к жене, вообще к любви. Поэтому и не надо давать, что у нас такой бизнес. Что это значит за бизнес проституции? Почему-то нам не открыть бизнес, еще раз говорю, там, ну, по кражам. Кражи также распространены и даже, может быть, больше, чем проституция. Не должно быть такого бизнеса, должны быть девушки, не должны думать, что можно пойти и заняться этим бизнесом. Вот мы пытаемся им создать какой-то придуманный бизнес. С этим злом надо бороться. Конечно, сегодня государство у нас подразвальное. Конечно, у нас сегодня подкоррумпировано серьезно правоохранительной системой. Понятно, что там крышуют сотрудники милиции зачастую все эти притоны и фирмы сексуальные. Но это другой вопрос, что с ним надо бороться, не надо подменять борьбу с этим, легализацией позорного явления. Ведь вот та же Россия в Российской Федерации, вот вы говорите там в Саратове, а я вам могу сказать, я представляю, Коломенский округ избирательный в Коломне сами по себе закрылись публичные дома. Почему? Может быть, город чуть побольше был постыднее женщинам идти в публичные дома. То есть моральная обстановка, она привела к тому, что публичные дома на территории Коломна были закрыты сами по себе без всякого закона. Вот поэтому, вы знаете, я считаю, что очень опасно переводить плоскость о проституции в разряд вот таких привычных норм. Потом существует очень большое заблуждение, что вот медицина, контроль и так далее. Вы знаете, есть такой анекдот, когда идет женщина впереди мусульман, ему говорят, как так, Коран пишет, что женщина должна идти позади мужчины, он говорит, эка, дорогой, когда Коран писался, минных полей не было. Так вот, раньше, когда была проституция, там, 19 века, не было таких заболеваний, не было СПИДа, ведь инкубационный период СПИДа, вот сегодня, как доказали ученые, это несколько месяцев. В течение нескольких месяцев проститутка может спокойно в борделе официальном, зарегистрированном, легальном заражать своих клиентов. И в конечном итоге распространение венерических болезней это не результат легальной или нелегальной проституции, а умение пользоваться, извиняюсь за слова, техникой безопасного секса. Спасибо, Геннадий Владимирович. На первую часть того, о чем вы говорили, по поводу того, что как же любовь, почему же у нас молодежь должна ходить по публичным домам, я приведу вам письмо из нашей почты, Юрий из Томска написал это письмо. Сейчас Россия переживает послевкусие сексуальной революции. В прессе старательно утверждается взгляд, что у нас секс есть, с таким же максимализмом, с каким утверждалось прежде, что в СССР секса нет. Правда, как всегда посередине, где-то есть и много, где-то нет. И произносить это слово вслух стыдно. Есть и люди, у которых возможностей для секса мало. Каково им жить в этой насквозь эротизированной культурной среде? Если государство хочет снизить уровень невротичности своего народа, надо легализовать и контролировать проституцию. Это одно из мнений нашего слушателя. И, с другой стороны, есть цифры, с которыми спорить довольно трудно. В Нидерландах за годы легализации размеры проституции выросли на 25%. Резко увеличилось число несовершеннолетних, вовлеченных в этот бизнес. Причем скрытая проституция как была, так и осталась. То есть опыт такой уже есть у страны. Кто не хотел регистрироваться и проходить метаосмотры, тот этого и не делает. Вырос и спрос на проституток. Кто не хотел ходить по кустам, в кавычках я беру это слово, в официальных заведениях стал чуть ли не завсегдатаем. И Александр Ланду, Саратов, конечно, не Амстердам. Вы не опасаетесь, что картина была бы примерно такой же, если бы вам удалась идея открыть официальный публичный дом? Нет, не опасаюсь, потому что тот законопровер, который я представил, имеет настолько ограничения, что дает возможность регулировать этот процесс. Вот мы должны себе четко посмотреть на правовой аспект этой проблемы. Он состоит в том, что на сегодня нет никаких правовых оснований, ни конституционных, ни других, и даже их вводить невозможно. На запрещение этого вида деятельности. Потому что, в соответствии со статьей 34 Конституции Российской Федерации, каждый имеет право распоряжаться своими способностями к труду и выбирать род деятельности. Вот это выбор женщины. За что ее привлекать? За то, что там за деньги или не за деньги? Кстати говоря, Геннадий Владимирович кривит душой, когда говорит о любовных связях не за деньги, что это вот выход из положения, когда в семье там что-то не складывается. Любовные связи, они за большие деньги, между прочим. Или Геннадий Владимирович попадает в такие любимые женщины, на которых он не тратит ни копейки. Поэтому вот это надо иметь в виду. Мы в конце концов должны поставить заслон к дикому рынку интимных услуг. Спасибо, Александр Соломонович. Я позволю себе вас перебить, потому что Геннадий Владимирович уже готов вам ответить. Пожалуйста. Вы знаете, я, конечно, искренне сочувствую автору этих писем. Видимо, у них что-то с психикой, а не с сексуальными вещами, проблемой. И здесь в данном случае нужно действительно обраститься просто с психологом, с психиатром и, наверное, снять эти проблемы. Человек, который хочет любви, он ее найдет. И если он не урод уж совсем, да хотя это даже не так важно. Но с другой стороны, вот вы говорите легализация, легализация, начнется там культурная революция вот в сексуальном нашем деле. Но ведь это блеф. Как говорил Задорнов в одной из своих метров, сейчас все побежали осматриваться, все побежали платить налоги. Как только появятся легальные так называемые легальные проституции, под этой крышей будет там огромное количество нелегальных вещей творится. Например, вот мы с вами прекрасно знаем, что у нас огромное количество легальных строительных фирм. Но почему-то продавляющее большинство частных домов, особенно не очень богатых, граждан России строятся за черные деньги или, по крайней мере, за неучтенные. Это практика, то есть потому, что есть разрыв в цене. И вот даже при наличии борделей официальных, будут неофициальные бордели, где цены будут ниже, или услуги более интересные с точки зрения всяких извращений. Поэтому, как говорится, благими пожеланиями вымощена дорога в ад. благие пожелания ведут на сват. А что касается любовных отношений за деньги, я такого вообще не понимаю. Жареный лед, что ли это называется? Как это понять? Любовные отношения за деньги? Это либо любовные отношения, либо за деньги. Спасибо, Геннадий Владимирович. Мне кажется, тут немножко в этой дискуссии стали уже путать понятия любви и секса, но я передаю микрофон Людмиле Труновой. Пожалуйста, Людмила. С этой нелегальной проституцией, которая будет существовать наряду с легальной, нужно будет бороться. Вы законодатель, вам все карты в руки, как бороться черными деньгами за строительство домов. Еще один момент, что касается любви, и кто любит и трепетно относится к своей семье, тот, наверное, не пойдет к проститутке. Спасибо, Людмила. И моя роль, роль ведущей не придерживаться позиций одного из своих гостей, а всего лишь приводить вам новые и новые факты, вызывающие новую волну дискуссии. Поэтому давайте послушаем сейчас материал нашего боннского корреспондента. Материал из Германии. В Германии проституцию легализовали полтора года назад. Каковы первые результаты? Евгений Бавкун. Говорить о легализации проституции в Германии не совсем корректно, поскольку публичные дома легально существуют в городах ФРГ. Не одно десятилетие. Новый закон, вступивший в силу с января прошлого года, лишь укрепил правовое положение представительниц древнейшей профессии. Из уголовного законодательства вычеркнули пассаж о том, что проституция аморальна и уголовно наказуема. Жрицы любви получили право на социальное страхование и пенсионное обеспечение. Они могут подавать в суд на сутенеров и заключать трудовые соглашения с хозяевами борделей. Стаж работы в публичном доме будет им засчитываться при начислении пенсии. По свидетельству самих проституток намного лучше им от этого не стало. Они вынуждены платить подоходный налог и налог с оборота, поэтому многие предпочитают совершать финансовые сделки с клиентами по старинке. Лишь единицы воспользовались правом приобрести страховой полис. А кроме того, новый проект реформы здравоохранения приравнивает их профессию к производственному ремеслу и тем самым исключает для них возможность добровольного заключения медицинской страховки с больничной кассой. Но самое главное, преобладающую часть рынка интимных услуг по-прежнему обеспечивают молодые бесправные иностранки. Они не могут легализоваться по той простой причине, что живут по фальшивым документам. По данным профсоюза полиции ФРГ, оборот торговли импортным сексом за последние полтора с лишним года заметно возрос и составляет примерно столько же, сколько годовой оборот спортивной фирмы «Адидас». Из одной лишь Восточной Европы из стран СНГ ежегодно на Запад нелегально доставляется 120 тысяч молодых женщин и около 50 тысяч из них оседают в Германии. А всего на рынке ФРГ по разным данным трудится от 200 до 400 тысяч проституток. При этом увеличивается доля несовершеннолетних. Ваши приемники настроены на волну радио «Свобода». В эфире программа «Личное дело». И сегодня мы обсуждаем, стоит ли легализовывать проституцию в России. В разговоре участвуют депутат Геннадий Гудков, правозащитник Александр Ландо и адвокат Людмила Трунова. И, наконец, мы имеем возможность дать слово слушателю. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Станислав Григорьевич. Я внимательно слушаю вашу передачу и считаю, что это правильно, что вы подняли этот вопрос. Я могу только сказать следующее, что среди ваших как бы гостей и тех, кого привлекаете, нет профессионального подхода, кроме последнего сообщения из Германии. Вот этот вопрос настолько сложный в социальном и фактическом смысле, что надо его исследовать. И господин Гудков сделал бы очень хорошо, если бы стимулировал создание специальной исследовательской группы в Думе для подготовки информации. Могу в качестве первой информации порекомендовать очень хорошую книжку «История проституции», которая была переиздана в Питере в наше время. И там видно, насколько сложна судьба каждой, кто выходит на панель. Есть, безусловно, класс психологически, медицински, неполноценных женщин, для которых нет иного способа себя реализовать как женщин, как только выйти на панель. Я за легализацию, но за очень серьезное не только медицинское, но и психологическое изучение этого вопроса. Спасибо, Станислав Григорьевич. Вы совершенно правы. Вообще, есть две точки зрения на то, почему женщины приходят к проституции. Одни считают, что безысходность, не считая безработицы, заставляют их заниматься тем, чем они занимаются. Есть другие исследователи, которые говорят, что этим занимаются только предрасположенные к этой профессии люди. Денежная мотивация лишь на третьем месте. И основной доход, по мнению сторонников, этой позиции идет на поддержание довольно высокого уровня жизни, а не на тот кусок хлеба, о котором, как правило, говорят исследователи, журналисты, не очень хорошо знающие внутреннюю сторону этой профессии. Но на ваш звонок еще хочет ответить Людмила Трунова. Людмила, пожалуйста. Я хочу сказать, что, конечно, эту проблему нужно исследовать, исследовать глубоко, но на данном этапе, поскольку распространение этой профессии, оно широко и массово, и если мы не можем с этим бороться, значит, это нужно легализовать, контролировать. И, знаете, мировой опыт показывает, что в странах, где проституция существует в легальном варианте, больше женщин, покинувших этот бизнес, да, вот в возрасте от 26 до 28 лет, они становятся идеальными матерями, идеальными женами, они вписываются в общество, в образ жизни, и не стоят на пути каких-то противоправного поведения, их жизнь продолжается, и они такие же члены общества, как все мы с вами. Легализация приведет к тому, что у девочек будут официальные доходы, на которые они смогут учиться, заканчивать вузы, после этого они смогут стать такими же членами общества, как и все граждане России. Спасибо, Людмила. И, Геннадий Владимирович, вот на одном из круглых столов, посвященных обсуждению этой темы, вы сказали, если все разрешить, мы загоним себя в маразматический тупик. Я бы хотела уточнить одно положение. Проституция существует, я думаю, что с этим вы спорить не станете, правильно? Что вас настораживает в возможности легализации проституции? Регламентации мест, где могут быть оказаны секс-услуги, соблюдение работницами налоговых и социальных законов, или все-таки на первом месте для вас человека, отрицающего даже саму возможность легализации проституции в России, это соображение морально-нравственного порядка. То есть вы не хотите объявлять пользование платными секс-услугами нормальным и естественным явлением? Вы знаете, я думаю, третье, потому что романтизация зла всегда приводит к его воспроизводству расширенному, если так можно выразиться марксистским языком. И вот у нас такой был фильм шоу о бригаде, где поэтизировалась буквально там деятельность преступных группировок. К чему привел показ этого фильма? К тому, что в молодежной среде начали возникать бригады, потому что профессия киллера, ракетира, вымогателя и прочего, так сказать, она поэтизировалась, романтизировалась. Это стало предметом для подражания в первую очередь несознательной молодежи. Поэтому романтизация проституции это, в общем-то, опасный шаг. Я хотел бы вот возразить уважаемой Людмиле Труновой. Так она вот сказала, что широко, массово развивается движение проституции. Вы знаете, это только вот сегодня выходящие из кризиса России и бывших советских республик, Украины, Белоруссии и так далее и тому подобное. На самом деле это не массовая профессия. Число проституток сокращается. Если даже возьмем ту же Германию, сейчас репортаж послушают, на самом деле там подавляющее большинство проституток нелегальных и как раз из Украины, из России. И это миф о том, что девушки, которые порывают проституцию, во-первых, это очень сложно порвать, там многих на иголочки сажают, чтобы они были более управляемы. Это тоже такое есть. Вот эти девушки, они получают серьезнейшую психологическую травму и физическую травму. И, вы знаете, не знаю, чтобы из них в массовом порядке выходили идеальные мамы, идеальные жены. Прошлое всегда тянет. Это, во-первых, мы же с вами слышали, что образовательный уровень такой, что шокирует даже нормального человека, который с ним беседует. Еще один момент. За что борются девушки? Вот какова зарплата, извините за выражение, наших проституток. Я думаю, что это зависит от уровня, Геннадий Владимирович. Я вам могу сказать этот уровень. Даже высокооплачиваемые проститутки, которые, ну, пардон, приходится говорить о ценах по Москве, которые берут за час 200 долларов, они имеют в месяц максимум 1000 долларов. Знаете, вот мне сказали, что есть женщины, которые 1000 долларов за ночь получают. Да, вы знаете, она может получить и 10 тысяч долларов, но если ей дадут 100 долларов в своем распоряжении, это хорошо. Может быть, есть женщины, которые получают 1000 долларов, но таких может быть женщин штук 5 на всю Москву. А в основном это профессии максимум в элитных местах, они получают 1000-1200 долларов. Уже ниже уровень это 500 и 300 долларов. И вот за эти деньги они рискуют и жизнью, и здоровьем, и не получают профессии, и не образуются семьи, и получают дефекты своего здоровья на многие, на всю жизнь. Спасибо, Геннадий Владимирович. И Людмилу Трунову, пожалуйста. Я хотела бы немножко возразить Геннадию Владимировичу, но, к сожалению, наши позиции с ним в этом вопросе расходятся. Вы верно сказали, сажают на иголочку и так далее, и в негативные последствия. Но вы сами себе противоречите. Риск жизни, риск здоровью, наркотики при легализованной проституции этого не будет, потому что будут четко следить государство за наркотиками, за то, что врачи будут следить, чтобы клиенты пользовались презервативами, нераспространение венерических заболеваний. И вот то, что вы говорите, это негативное явление нелегализованной проституции. Легализованная же проституция, ее нужно взять в рамки правового поля и четко отрегулировать, что можно, что нельзя, каким образом. Ведь законодатель именно для этого и существует, чтобы четко отрегулировать все эти вопросы. Спасибо, Людмила. И у нас два слушателя на линии, но мы попросим их еще немножко подождать, потому что не обсудить еще один аргумент, который приводят защитники идеи легализации проституции, мы не можем. Речь идет о том, что станет ли лучше с медицинским освидетельствованием женщин, занимающихся проституцией. Учитывая тот факт, который уже приводился у Людмилы Трунова, что Россия удерживает одно из первых мест в мире по скорости распространения СПИДа, это очень важно. Однако, вот мнение заместителя главного венеролога страны профессора Ольги Лосевой. У нас отношение к этому слову как к какому-то такому мистическому понятию, вот, будет легализация, и все будет хорошо, все сразу переменится. На самом деле, это не так. Мы, вообще-то говоря, и не готовы к тому, чтобы по-настоящему легализовать проституцию. Но самое главное, опыт других стран показывает, что легализация мало что дает. В большинстве случаев легализация оказывается только очень частичной. Процентов 10-20, не больше легализуются, остальные уходят в подполье. Поэтому те цели, которые мы преследуем, оздоровление, регулярное обследование, этого мы не получим. Ситуация останется почти такой же, как она была. Обследуется будет, ну, может, незначительная часть. Мне думается, больше эффекта будет, если мы приблизим помощь медицинскую и возможности такой помощи к местам, где они работают, сделаем эту помощь доступной для всей этой группы. Я думаю, что тогда этим воспользуется большее число среди секс-работниц. Они должны понимать, что любой незащищенный контакт может повести к заражению. По нашим данным, из 10 контактов 7 у них защищенные, а 3 незащищенные. Причины этого разные, но главная причина это отказ клиента. Он не хочет. Девушка должна проявить гибкость, настойчивость, в общем-то, определенную твердость в этом плане. Нужно дать им возможность анонимно с, может быть, какими-то льготами по оплате лечиться там, где они будут уверены в том, что да, это анонимно, в удобное для них время, и тогда, если они будут лечиться, естественно, это будет пресекать от дальнейшего распространения инфекции. Девочки эти не пойдут в эти публичные дома, потому что это для них несет прежде всего вот такую стигматизацию. Она получает желтый билет. Не все этого хотят. И кроме того, это связано с тем, что они должны будут являться регулярно на обследовании. Тоже к своему врачу, да, но, опять же, вот этот самый учет, вот этот фактор оглас, для них, мне кажется, это очень существенно. Да, согласно одному из запросов, 73% секс-работниц заявили, что им предлагают большие деньги за секс без презерватива. 45% подтвердили, что подвергаются насилию в случае отказа. Но есть и иная точка зрения, что все давно уже существует легально, и общество просто делает вид, что что-то не разрешает. Говорили уже сегодня, и действительно достаточно полистать журналы, они заполнены рекламой саун, массажных салонов, вип-сопровождения. В общем, не особенно податели сих рекламных объявлений скрывают истинную суть того, что они рекламируют. Про чувство верующих людей я вообще не говорю, что они испытывают, листая такие журналы. Но вот, Александр Соломонович, Ланду, вопрос к вам. Как вы считаете, если проституцию легализуют, поток подобной информации и рекламы увеличится многократно? Ведь это же, наверное, неизбежно будет? Я думаю, что не увеличится, потому что само количество этих заведений, которые будут открываться, оно будет регламентировано. И я бы хотел выступить с таким предложением к нашим законодателям, чтобы Геннадий Владимирович услышал. Нам не надо распространять это сразу на всю страну. Она у нас очень большая и разная. Но давайте проведем эксперимент на одном субъекте Российской Федерации и посмотрим, что из этого получится. Лучше, хуже, вот эти все исследования, они тогда можно будет судить. И дальше это распространять или ограничиться, или вообще все это запретить. Мы сегодня совершенно ничего не говорили о том, что есть спрос и именно мужчина покупает женщину. Значит, это нужно об этом истеричить. Спрос и предложение. Мы не говорим о мужской проституции. Так что проблем очень много. И вот мне бы казалось, что давайте это сделаем и попробуем на том субъекте, кто готов сегодня это предложить себя в качестве вот такой площадки. Спасибо, Александр Соломонович. Действительно, очень важную тему вы затронули. Мы просто не успеем сегодня уже поговорить о мужской проституции. Рынок этот развивается стремительно. Несколько лет назад еще это было дико, но сейчас существует и секс-туризм дам среднего возраста и среднего класса в Турцию, Испанию, Италию, Португалию. Пока еще вызов мальчика на дом вдвое дороже, чем вызов девочки, но это совершенно особая тема и мы просто сегодня не успеем ее затронуть. У нас слушатель на линии, дадим ему слово. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Евгений Александрович. В случае легализации этого вида услуг, есть ли какие-то соображения по возрасту выхода на пенсию этих работников? Спасибо вам за вопрос. Людмила Трунова, очень коротко, пожалуйста. Вы знаете, этот вид услуг и эта работа, она сама по себе подразумевает сокращенный возраст. Ведь на сорокалетнюю, тридцатилетнюю девушку, женщину, мало кто из клиентов позарится. Поэтому после того, как она утратит свою чувственность, яркость, физиологический эффект, она сама просто-напросто уйдет, поскольку не будет пользоваться этим спросом. То есть, очевидно, здесь можно провести какую-то аналогию с работой топ-моделей? Да, да, конечно. Спасибо вам за ответ. Запретами и репрессиями, как правило, любая проблема загоняется глубоко внутрь. Ужесточение законодательства вряд ли избавит Россию от проституции, как это кажется некоторым радикалам. Мерами уголовного порядка за нравственность бороться бесполезно. С другой стороны, принимать закон, у которого так много противников, и эти противники имеют серьезные аргументы, это очень ответственный шаг. Словом, главная дискуссия еще впереди. Я рада, что в нашей программе мы успели затронуть некоторые аспекты этой проблемы. Я благодарю за участие в программе Людмилу Трунову, доктора юридических наук, заместителя председателя Центральной коллегии адвокатов Москвы, Александра Ланду, уполномоченного по правам человека Саратовской области, и Геннадия Гладкова, эксперта Комитета по безопасности Государственной думы России. Для вас сегодня работали Любовь Чижова, Анна Бокина, за режиссерскими пультами были в Москве Дмитрий Налитов, в Праге Наталья Пахомова, вела программу Татьяна Ткачук. До встречи через неделю. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Редактор субтитров А.Семкин Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.